Приветствую вас, Дмитрий, вы, значит, надеемся, прочитали ответ моих коллег, вот, мне кажется, наиболее такой лаконичный и качественный ответ дал Кудрячок Игорь Леонидович, вот, потому что, ну, так все достаточно конкретно вам сказал. Я с твоей стороны хочу сказать следующее, понимаете, вот, у вашего текста, который вы задаете, есть некоторые особенности, эта особенность связана с тем, что вы никак не говорите о себе, практически, то есть, да, вы пишете, что вот, я очень сильно зависимо обижаюсь, значит, там, считаю, женщина, с которой я живу, находится в моем приоритете, она мне очень важна, вы это, вроде бы, пишете, но вы не описываете то, как вы к этому пришли, да, то есть, вот, как это сформировалось, все, и я думаю, что вот начинать нужно в любом случае с этого, с раскрытия подредственности, с раскрытия конфликта, который вы пытаетесь решить с помощью женщины, ибо в данном случае значимость партнера, такая серьезная значимость партнера, не что иное, как средство решения вашего внутреннего конфликта. Какого конфликта, непонятно, потому что, исходя из текста, совершенно невозможно предположить даже пример. Ну, опять же, Кудрячев Игорь Леонидович высказал некоторые предположения, позвольте высказать мне. Вы можете решать таким образом вопрос любви. Так вот, у меня очень часто бывает так, что человек, вот, начиная отношения, да, вступая, 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 в отношения, человек преследует, там, цель, вот, получить ту любовь, тот объем любви, который, ну, сам себе не дает. Все это компенсация какого-то отрицания чего-то в себе. Вы можете пытаться через женщину, опять же, что-то доказать, что вы значимые, что вы мужественные, что вы, там, ценные и прочее, прочее, прочее. То есть, это вот процесс заказа. Через женщину можно пытаться нивелировать свой страх перед чем-то. Например, перед одиночеством, например, чем-то еще, да. Наконец, через женщину можно пытаться что-то себе дать, изменить какое-то конкретное представление о себе. Вот, ну, и так далее. То есть, там еще есть не один момент, который можно решить. Вот, важно то, что здесь конкретного разговора по существу, по сути, не ведется. Это, вот, ваш текст, это про некую такую периферию. Я не про... не про сути. Вот, но, есть один нюанс, на который я хотел бы обратить ваше внимание. А именно, связанный этот нюанс с тем, что вы говорите, что я нормальный взрослый человек, и мне не свойственно быть истеричкой. Это очень интересный момент, потому что в нем, по крайней мере для меня, очень четко прослеживается подавление, что ли, ваших эмоций. То есть, вот, как вы подавляете свои чувства. Потому что, может быть, для вас взрослость, нормальность, не истеричность, в кавычках, естественно. Это рациональность, расчетливость, это адекватность какая-то, да? Вот. Адекватность, значит, какая-то вот такая правильность и так далее, но не эмоциональность. Если так, то в отношении с женщиной вы становитесь более эмоциональными, вы становитесь ровно эмоциональными. Настолько, насколько вы свою эмоциональность подавляете во всех остальных случаях. Вот. Это такой момент. А еще один момент, связанный с тем, что вы видите, что я ставлю ее в приоритет, ну, свою женщину. По сравнению с работой, увлечениями, родственниками, друзьями, хобби и прочим. То есть, получается, что у вас нет ничего настолько интересного для вас, настолько значимого, настолько эмоционально... эмоционально с точки зрения обратной связи, что женщина для вас важнее всего. Это вопрос экзистенции, это вопрос целеполагания, это вопрос реализации вашей, Дмитрий. Это вопрос вашего собственного личностного пути. Понимаете? То есть, ээээ... То, что происходит сейчас, говорит о том, что в некоторой степени, эээ... все, что вы перечислили, друзья, родственники, хобби, увлечения, работа, это искусственно. Все это искусственно. Искусственное. Все это не настоящее. Все это не вызывает у вас искреннего эмоционального отклика. Раз женщина способна это перебить. Понимаете? А значит, нужно это исследовать, корректировать. Помогать вам искать и, значит, чувствовать вещи, какие-то цели, идеи, людей, которые бы вам отвлекались эмоционально. Потому что если вы живете в таком вот эмоциональном голоде, если вы себя заставляете, то ничего удивительного нет, что с этой женщиной, которая вызвала у вас там искренние чувства, вы с этой женщиной пытаетесь просить все. Вот просто все. С эмоциональной точки зрения, что вы не смогли прожить там до этого. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи.